Дорогие мои, дорогие ютубахеры, хорошо что-то, ютубахеры и ютубахерши. Сегодня мы с вами немножечко вот так продолжим морскую тематику, которую такую дополнительную струю внес дядюшка Джо, когда рассказывал о Волжско-Каспийской флотилии во время Гражданской войны. И он попросил меня немножечко рассказать о некоторых фигурантах дополнительно этой флотилии, что мы сейчас и сделаем. Ну и попутно потихонечку так перейдем от морской тематики к сухопутной. Так выверемся на берег. Ну что? Ну что опять? Чего вы боитесь? Ну ничего страшного нету. Ну что страшного? Все, это не больно. Не больно все будет. Вот хлебушек. Будем считать, что бородинский. Конечно, не аутентичный, но так что-то и есть. Там оказалось, что почему-то вот в Приволжском военном округе такое было засилие морячков в начале Гражданской войны. И интересные были персонажи, которые потом вот как-то стали почему-то концентрироваться там в Кабуле. Вот. Ну и так далее. Ну и, конечно, тему большая. Там вообще такой виварий был на этих эсминцах, которые приехали с Балтийского флота в Нижний Новгород, потом в Казань, там и дальше в Астрахань. Вот. Там такая отборная команда. Вот. И, конечно, про всех рассказывать. Ну, дядюшке Джо было не с руки. Он попросил меня закодельно там поговорить. Ну, поговорим, поговорим. Почему бы и нет. Кстати, сейчас вышло две таких роскошнейших, больших лекций моих, посвященных Англо-Русскому бюро. Тоже с подачи дядюшки Джо. С подачи дядюшки Джо. Вот. Советую посмотреть. Ну, высокий тир, к сожалению. Ну, дело того стоит, если честно скажу. Там много чего есть. Вот. А в прямом эфире такому для всех не делали. Ну, в том числе там, ну, тема такая, знаете, пикантная. Пикантная. Ну, интересно. Интересно. Еще, конечно, сказано только часть. Ну, потихонечку, бон, значит, это... Ну, пожалуй, хватит. Вот. У нас сегодня... И эшенка. Вот. Глазунья. Заменька, что-то я ишенки не ел. Я ее так люблю вообще на этом. Вот. Просто... Ну, там... Силу нет. Хорошая еда. Наша такая пролетарская. Да и в Англии я ишенку любят так с бекончиком. Знаете, так. Вот. Ну... Хлебушек. Вот пока тут резерв оставим. Ну, и традиционный напиток, ребята. Вот. Давайте повнимем тост с вами. За что? За трезвость. Трезвость. На трезвый взгляд на вещи. И, в частности, на исторические события. Потому что то, что вам сообщалось в советских средствах массовой информации, постсоветских, да и в заграничных, касательно истории 20 века, революции, это вот бред такого, знаете, алкоголика какого-то. Вот. Поэтому давайте трезво ощущки оденем, чтобы все скорректировать. Вот. Ваше здоровье. Еще... Салфеточки, как обычно, что-то вот как там... О, салфеточка. Кто-то ее на пол уронил. Дениска, младшенький, Дмитрий Евгеньевич. Тут прям бегает. Назакой сорванец. Везде наводит в свои порядки. Ну и правильно. Новое поколение должно постепенно вступать в силу. Еще не поделаешь. Здравствуй, племя молодой незнакомы. Кто-то из детишек Дмитрия Евгеньевича может и подхватит инициативу, продолжит. Шанс есть. Тем более детишек довольно много у Дмитрия Евгеньевича, поэтому шансы, естественно, повышаются. Вишенка. Еще хлебушку советую. Самая простая еда, она самая вкусная. Ну, знаешь, морячок, который служил на миноносце ретевой вот этой лолжской флакели. Молодой совсем человек, почти юнга, Рудольф Иоганович Абель. Ну, может быть, вы слышали эту фамилию, так же, как фамилия Шелепина. Значит, кто такой? Кто такой? Сын трубочиста. Трубочиста из Риги. С молодых лет бредил морем и вот, значит, пошел служить на флот. Служил там кочегаром. А потом, после вот уже гражданской войны, ну, якобы там вступил в коммунистическую партию, там, все как полагать, участвовал в гражданской войне. А после кончил курсы радистов. радистов. И служил радистом и шифровальщиком в советском посольстве в Пекине. Ну, почему это назначили? Ну, вот видите, сын трубочиста без систематического образования, без всего, ну, очень хорошо знал английский язык, а также немецкий и французский. Вот, и поэтому сын трубочиста стал работать в посольстве китайском. Вот, шифровальщиком. И радистом, ну, а радист, что такое радист? Сейчас, ну, радист, думаете, что такое? Радист, связист. А в то время это был хай-тек. Понимаете? Хай-тек. Людей было очень мало, и, как правило, вот эти все связисты, это были люди с образованием, интеллигентные, вот такие, ну, рижские трубочисты такие. Ну, и внешне вот такой выглядел сын трубочиста, вот так, такой смазливенький. Вот, у него брат был, тоже сын трубочиста, брат, начальник разведки Балтийского пароходства. И его в 38-м году, значит, к ногтю расстреляли. А вот этого его, значит, сохранили. Сохранили. И он во время войны работал в диверсионных группах на Кавказе. А после войны в 1955-м году вот, он коронавирус. Вот. Тут сейчас во дворе вот тут у нас такой вой какой-то, там эти машины приехали специальные, и они из шлангов дезинфекцию проводят. Ну, может, правильно, береженого Бог бережет. Вот. И в 1955-м году вот скоропостижно вот этот вот, значит, трубочист скончался. И, конечно, бы о нем ничего не узнали. Потому что там из таких трубочистов, как вы понимаете, вот эти вот четыре миноносца, которые прибыли в Нижний Новгород, они состояли. То есть это была экстерриториальная группа, полностью контролирующаяся английскими офицерами, а там люди были, значит, отборные. Ну, вот он засветился. Почему? Потому что в 1957-м году в Америке арестовали шпиона, который занимался кражей в глобальном таком общенациональном масштабе атомных технологий Соединенных Штатов. Его взяли за жабры. Вот. И английские шпионы, они же никак не признаются, у них инструкция есть. Ну, у всех такая тенденция, а у Англии просто это вот ритуал такой. Они, если с поличным взяли, они говорят, да, шпион, диверсант. Ну, значит, говорят о любой другой стране, кроме Великобритании. Пожалуйста. Ну, и наиболее удобно это, да, конечно, был Советский Союз. Вот он, советский шпион. Говорит, хорошо, замечательно. А как вас зовут? Наш шпион родной советский. Как вас зовут? Он говорит, а меня зовут Рузольф Иоганович Абель. Вот это моя настоящая фамилия. То есть назвал фамилию человека, который умер два года назад. И, поскольку американцы такого там до него не докопались, он так вот и проходил, а потом его обменяли на американского летчика Пауэрса, который его сбили над Уралом. он там делал аэрофотосъемку военных объектов, его сбили и обменяли на этого Абеля, который сидел в американской тюрьме. То есть американцы позвонили в Лондон, сказали, вот, чтобы завтра наш летчик был дома. Они сказали, ну ладно, сделаем, что можем. И сделали. Ну и потом этот Абель он здесь отсвечивал в Советском Союзе, там, в фильмах каких-то снимался, махал там флажком, я вот Абель-Абель, и немножко приоткрыл, приоткрыл, так сказать, легенду, то есть высказал легенду, но другого уровня уже, более правдоподобно. Ну он сказал, что на самом деле его зовут Эвильям Фишер. Вот. Но до сих пор даже на могиле там все там это Абель-Абель пишут, потому что, ну, привыкли, как бы, псевдоним стал фамилией. Ну а реально Фишер он или не Фишер, это тоже, знаете, так бабушка на двое сказала. Вот. И мы знаем эту бабушку, дай бог, еще много лет царствовать на престоле. Абель-Афишер, что англичане сказали про этого вот Абель-Афишера. Что он, на самом деле, сын Генриха Матеуса Фишера, германского подданного, который жил, как вы догадываетесь, в месте дислокации этой флотилии на Волге. А его жена была старообрядкой из города Хвалынск. Вот из этого Хвалынска очень много советских деятелей. Потому что старообрядцев немного, а по разнарядке русских нельзя назначать ни на какие должности. Можно на разные меньшинства, но старообрядцев можно. И поэтому русских набирают из старообрядцев. Ну, вот Хвалынск небольшой город, а сейчас, а вы посмотрите, сколько крупнейших политических деятелей и деятелей науки и так далее из этого Хвалынска. Ну, не случайно. Потому что это был такой был старообрядческий населенный пункт. Вот. Ну, вот Генрих Фишер был другом глухого большевика, в дальнейшем члена политбюро, о котором ничего не известно, кроме его фамилии и имя и отчества. А фамилия и имя и отчества Андрей Андреевич Андреев. Ну, вот, кроме того, что он был другом Андрея Андреевича Андреева, он стал заниматься транспортировкой во время Первой Русской Революции транспортировкой морским путем оружия из Великобритании в Россию, за что был отмечен, получил английское гражданство. То есть, англичане его похвалили. У него он в эмиграции там жил в Англии еще до революции. У него родился этот сын, он его в честь Шекспира назвал Вильямом. Ну, говорят, этот Вильям вот жил в Англии, увлекался разными науками, хорошо играл на музыкальных инструментах, вроде поступил в Лондонский университет, ну, с 15 лет работал чертежником, помощником чертежника на судоверфи, то есть, ну, режимный объект, понятно. В 1920 году семейство этих фишеров, оно вернулось в Россию, в Россию, но при этом сохранив английское гражданство. Их там оформили, как видно каких-то коммунистов, большевиков, они входили, видимо, вот в английский сектор внутренней партии, и некоторое время они даже жили в Кремле, в Кремле их поселили. И этот Абель сразу устроили еще молодым человеком, ну, Абель, Фишер, да, Вильям, устроили, как его там, родственники, дяди Вилли, дяди Вилли, его устроили работать в исполком Коминтерна, переводчиком. И он одновременно занялся почему-то радиоделом, стал радистом профессиональным, работал в НИИ радиодела военном, а потом его рекомендовала на работу старшая сестра жены, которая работала в ГПУ. Вот эту сестру жены звали Серафима Степановна Лебедева. Если вы помните о легендарном английским шпионом, руководителем, основателем фактически российского индовидения в конце еще 18-го, в начале 19-го века был Герасим Степанович Лебедев. А Вильям Фишер официально назвал имя Рудольф Абель для чего? Чтобы когда сообщения появятся в газетах американских, сотрудники разведслужб, на которых он работает, они бы поняли, кто это, потому что они знают, кто такой реально Рудольф Иоганович Абель. И люди, которые составляли вот эту фиктивную биографию Фишера, они так пошутили. Серафима Степановна Лебедева. А кому надо, кому надо, тот знает. Вот это такой, знаете, условный знак. Ну и прикол просто, конечно. Но если знать партитуру, уметь читать с листа, то многое становится ясно. Как мы знаем, вот Герасим Степанович Лебедев, он по своей официальной профессии основной был виолончелист. А вот жена Вильяма Фишера, она была арфистка. Она играла на арфе. Понимаете? На арфе. А он сам по терминологии того времени, будучи радистом, был этим пианистом. Радист, пианист, да. Суна с ней невестной слышали, там, русская пианистка, да, вот она вот такая у них вот там концерт такой давали, там, это группа. Вот. Ну и что значит было дальше? Что было дальше? В 30-м году Ребедев он же Фишер он же Абель снова вернулся в Великобританию. Он оставался пудным в Великобритании. И официально вот по этой версии по своей фамилии стал советским шпионом. Вот. И работал в разведках в группах в качестве пианиста там значит что-то в Норвегии там и так далее. Ну в конце трецептов когда был шучер его вернули на родину вот и даже не были убить но не убили вот и когда началась Великобритания Великой Отечественная война то он работал в спецподразделении Берии который не подчинялась наркома обороны укомплектованным укомплектованному английским оборудованием одежды это отряд англичан альпинистов который приехал из Ирана и на Северном Кавказе там значит занимался и там вот он познакомился якобы официально познакомился с этим Абелем они подружились и потом вот он так трогательно фамилию своего мерзшего друга использовал для маскировки ну и после вот уже после Второй мировой войны через несколько лет его отправили под легенды в Соединенные Штаты и он там вот работал в рамках этого проекта по отырению секретной документации связанной с атомным оружием которая имела какие-то там ну феноменальные масштабы и вот наивные американцы они вот стали допускать такое значит вот это головотепство на самом деле конечно что-то стырили но 95% всей этой документации просто аккуратненько англичане передали потому что у них разработчики пошли дальше американцев они и начали первые американцы их обокрали скорее но англичан у них дыхлок уже к концу 40-х не было поэтому они перетинули в Советский Союз чтобы они там все сделали вот Советский сделали там целые регионы отключали ток там люди сидели лучину жгли а они вот это клепали атомное оружие склепали и склепали а откуда дровишки нужно было англичанам показать что вот это украли русских американцев и поэтому вот эти якобы советские шпионы непонятно откуда взявшиеся с праздничной биографии ну какая-то часть конечно работала реально англичан они там подтыривали мелочь какую-то но в основном у них функция была другая это обозначение вот этого глобального шпионара чтобы американцам сказать что англичане ничем не передавали советскому союзу ничего не передавали а это вот советские сами украли у американцев американцы сами виноваты и непонятно чего они к ним там пристают вот такой значит этот эпизодик эпизодик и начало всей истории почему-то связано с этой легендарной легендарной волжско-каспийской флотилии которой руководил Раскольников Мишман пафос неправильно понимают дядюшку Джо дядюшку Джо он и по-русски это говорит с акцентом плохо и маленькие лекции ну что он там может сказать ему нужно только обозначить какие-то темы и он реально там рассказывал всю прям историю поднагутное исчезновение царского золота нет конечно нет он хотел показать и показал показать что мы ничего не знаем о периоде гражданской войны все что нам рассказывают это туфта понимаете и он конкретно клупнул вот такую вот значит часть этого пейзажа там все посыпалось штукатурка отвалилась там какие-то провода какие-то значит эти жучки электронные замигали там еще что-то вот и он выдвинул версию которая по крайней мере правдоподобна она реально правдоподобна она работает и она объясняет те события которые произошли и главное главное это конечно не эта версия нужно другие версии выдвинуть пожалуйста а главное то что он он показал что реально реальная вот эта официальная версия которая существует и которая даже считается не версией а вот просто изложением хода событий это фантастика причем с таким еще религиозным этим уклоном и причем не только со стороны Советского Союза и постсоветских деятелей а и со стороны западного истеблишмента потому что ему выгодно не разбираться в том что произошло на самом деле иначе многое вылезет ключевые слова золото деньги и форт Александровск напомню что вот эта флотилия она стояла в районе в конце 18-го года стояла в районе Астрахани а весной 19-го как только лед растаял а север Каспия замерзает они перебрались в форт Александровск который потом стал называться форт Урицк в честь гениального чекиста безвременно ушедшего в результате террористического акта своего любовника а потом форт Шевченко в честь великого украинского этого Барада там которого настоящая фамилия вроде бы Ингелегард но если так по отцу смотреть откуда так вот явился что показатель вот этот форт Александровск официальная есть версия что чего-то они ломанулись из Астрахани форт Александровск а говорят что дело в том что в Астрахани рейд был плохой очень для судов там сложная вот эта система дельта Волги фарватер им было трудно вести военные действия и поэтому они перебазировались и сделали базу форт Александровский а в форте Александровский вообще никакой структуры не было военной структура была в Красноводске была в Баку там других центрах но там ничего не было там была бухта действительно была и какая-то рыбачья деревушка и там даже не было железнодорожной ветки понимаете и достаточно большой флот эсминсы там какие-то значит пароходы переоборудованные для морского плавания еще вот они все скопились вот в этом форте Александровск высадили там десант какой-то карликовый там из 50 человек и около месяца что-то там тусовались а потом вроде бы вот англичане их прогнали прогнали в результате какого-то грандиозного военного сражения которое всеми описывается по-разному и реально там непонятно что вообще там произошло то ли инсценировка то ли еще что-то ну официальная версия что англичане начали отогнали помогли белогвардейцам но добивать не стали чтобы у белых тоже не было преобладания и гражданскую войну продолжили может быть но тогда нечего было их отгонять потому что они особую угрозу не представляли на Каспийском море в то время для белогвардейц какая-то была реальная причина причина может быть кое-что выгрузили с этих эсминцев потом уехали то что они выгрузили кто-то другой подобрал и вот если а может быть и нет а может быть и нет ребят может быть и нет но повторяю никто не знает реального хода событий это все легенда мы об этом поговорим чуть-чуть дальше и когда вы берете любую ниточку зацепочку вы начинаете ее тянуть и тянете и тянете как фокусник тянете и тянете а там что-то какой-то значит притягиваете чайник ржавые там или там крокодила еще что-то вот и так что-то просто смахнули пушинку это нет то же вся конструкция она искусственная она наклеила жи там еще естественно органики такой естественно нету понимаете если брать какие события разворачивались вокруг форта Александровск в 19 году вот вскоре прямо после ухода этих красной вот этой экспедиции там появился такой странный человек с огромной суммой денег которую он вез сумму денег в золоте которую он вез через форт Александровск из Москвы дальше в Туркестан там чуть ли там 300 верблюдов там и так далее что за человек алиби так Жанович Джангельдин ну алиби хорошее имя алиби я считаю просто замечательно на самом деле алибей но его там так транскрибировали и закрепилось до сих пор алиби насчет этого за алиби такой что был за человек якобы занимался по национальности якобы якобы казах якобы занимался революционной деятельностью во время первой русской революции и в 1908 году будучи еще совсем молодым человеком оказался на западе в эмиграции и называл себя и там проходил по документам как Николай Степанов вот Николай Степанов он выглядел вот так на Николая Степанова не похож на алиби Джангельдина тоже как-то не тянет скорее вот так судя по внешности ну может быть предположительно венгар что было дальше алиби Степанов ему было нечего кушать нечего кушать вот почему-то после этого он оказался в России нашел себе несколько подельников они выступили в печати с таким проектом они хотят совершить всемирное кругосветное путешествие пешком вот и в июле получили прессу и в июле 1910 года пешком вышли из Москвы в Петербург вот потом пешком пешком из Петербурга направились в Польшу а из Польши попали в Австро-Венгрию и вот здесь в Австро-Венгрии группа распалась вот этот вот алиби Степанов он дальше стал понщекрякать пешком по земному шару а его вот эти подельнички они отвалились куда-то в небытие ну на самом деле все это было подводкой к Венгрии к Австро-Венгрии вот ну об этом мы скажем чуточку попозже и вот дальше после Австро-Венгрии вот этот алиби он прошел Сербию Болгарию Турцию Сирию Палестину Африку Египет Абиссинию Аравийский полуостров Месопотамии Персию Индюстров Сейлон Багатский Архипелаг Индостан Сианское Королевство Аннам Южную часть Китая Строфор Армузу и Японию Японию где оказался значит в этом в 1912 году но Японии прожил недолго потому что была амнистия по трехсотлетию дома Романовых он вернулся в Россию вернулся в Россию а на какие шиши извините вот он путешествовал потому что он там пешочком особо и не ходил во-первых морские поездочки были существенные а во-вторых железные дороги естественно гостиницы города там так далее так далее а он говорит я купил фотоаппарат изучил ну понимаете да фотоаппарат 1910 год что это такое изучил фотодела в путешествиях фотографировал виды и фотографировал себя и продавал и с этого жил люди охотно покупали в очередь выстраивались там в Африке где-то там значит в Персии везде вот чтобы получать эти самые замечательные фотографии вот этого алиби алиби который оказался потом в фурте Александровск с верблюдами которые были гружены золото что было дальше да и вот этому алиби ему было хорошо путешествовать то что он в совершенстве знал турецкий язык и на Ближний Восток турецкий много знали и довольно неплохо говорил по-английски французский и немецкий вот поэтому было так несложно общаться вот официально он еще считается там из бедной казахской семьи где-то там что-то скочевал потом там что-то учился немного в медресе потом что-то еще где-то там ну вот так все покрыто мраком мраком но судя по всему образование высшее или незаконченное высшее что дальше дальше в Турции будучи состоятельным человеком ну он продавал же свои фотографии денег много у него было он купил киноаппаратуру и фильмы большое количество фильмов напоминаю это начало десятых годов двадцатого века то есть это хай-тек которому который очень дорого стоит а во вторых хай-тек которому нужны специалисты инструкторы чтобы пользоваться и сам человек купил включил это не получится что он сделал дальше он поехал к себе на родину перед первой мировой войной поехал на родину в казахские степи ну тогда киргизские степи и стал показывать казахам фильмы и взял себе помощника понимаете а помощником у него был такой вот казак Амангельды Иманов может быть вы слышали эту фамилию если люди старшего поколения это национальный герой казахского народа такой Степан Разин который в 1916 году поднял весь Казахстан на восстание против проклятой России урусов и вообще вот этой Российской империи во время первой мировой войны А что было причиной восстания Причиной восстания было гусары не смеяться в том что царское правительство не брало казахов на фронт оно их не мобилизовывало потому что были огромные людские ресурсы в России не требовались какие-то дополнительные силы это там скребли по сусекам индусы воевали негры воевали там все кто мог даже у немцев там вот в этой Африке там эти немецкие части комплектовались неграми естественно так все а для России вполне русских хватало ну и цивилизованных там народов которые жили зачем неграмотных каких-то казах им заменили мобилизацию просто работами в тылу по инфраструктуре то есть строительство дорог там и так далее вот ну и естественно любые люди в такой ситуации они даже не радоваться плакать от счастья на фронт не забирать а вот почему-то вот этих кинематографистов из Казахстана это взбесило и они начали общеказахское восстание смысл которого заключалось в том чтобы вырезать вообще русское население вот русских этих колонистов казаков и так далее нападать на воинские части отнимать оружие и вот весь 16-й год полыхало это восстание в Туркестане главой которого был помощник вот этого алиби Степанова Аман Ельды Иманов национальный герой казахского народа как и вот этот алиби Джангельдин это тоже у них один из героев национального пантеона пантеона ну этого Иманова она там потом довольно скоро убили а вот Джангельдин выжил выжил и похоже что он и был главой восстания потому что Иманов ну был такой председатель не культурный не образован а вообще там интересные люди были на этом восстании ну кадровые офицеры японской армии замаскированные под казахов там ну и так далее причем оцените а кто это восстание подымал ну официально немцы да конечно немцы и авторы венгры но косвенно оказывается в этом восстании его разжигали кто англичане их союзники японцы вот что интересно значит я вернусь к тому что произошло в Венгрии когда туда пешком вот этот вот алиби пришел в Будапешт там начался фурор ему сделали прессу в Австро-Венгрии и разрекламировали как героя казахской культуры и так далее и так далее почему потому что Венгрия тогда был развит пантюркизм они говорили что вообще всю вот эту территорию заселенную тюрками надо присоединить к венграм потому что венгры это особый народ который кровно связан с тюрками это элемент их культуры и вот всем тюркам надо объединиться под головой венгров а больше всего кричали почему-то по этому поводу не просто венгры а венгерские евреи которых было там очень много и которые составляли еще больше процентов интеллигенции чем там в Польше или скажем в России вот и поэтому вот этого Николая Степанова его подавали как союзника австренгерского народа предлагали ему остаться венгрии но он отказался говорит буду путешествовать ну а на какие деньги и так далее там понятно не говоря уже о том что может быть он в Будапеште и начал на самом деле свое путешествие он приехал кружным путем в Москву сказал что он Степанов Амангельды вот этот там алиби и вот дальше значит стал панчикряк но кто такой непонятно непонятно и в связи вот с этой значит историей могу рассказать о двух вкратце совсем вкратце о двух венгерских путешественниках таких же как Пржевальский Козлов о них мы немножечко сказали на Патреоне если у вас есть Тир участник прямо бегите и смотрите тогда многое станет дополнительно играть какими-то красками в нашей сегодняшней лекции первое это Армений Ламбери он же Герман Бамбергер вот он разработал всю эту теорию венгерского пантюркизма по национальности был еврей и продавец пиявок за огромный вклад в развитие географии он постоянно путешествовал по Ближнему Востоку и Средней Азии Средней Азии со всеми вытекающими последствиями принял мусульманство хадж в Мекку и так далее и так далее и довольно уже где-то в конце 20-го начале 21-го века выяснилось что он был кадровым сотрудником английской разведки вообще Австрия и Венгрия она делится на две части Австрия и Венгрия Австрия это самостоятельная сила очень старая культурная но которая постепенно попадала под контроль германской империи второго рейха а первый рейх возглавляла собственную Австрию а Венгрия она контролировалась она контролировалась 50-50 то есть через монарха который был одновременно монархом Венгрии австрийцы контролировали и они конечно культурно преобладали над Венграми но одновременно там было гигантское влияние Великобритании и английских спецслужб вот поэтому когда мы говорим про венгров мы всегда должны иметь в уме Англию так вот этот вот Армении вам берем он стал прообразом Абрахама ван Хельсинга может быть знакомы с этим именем если вы читали роман Дракул или смотрели фильм Дракул какую-нибудь одну из экранизаций и он написал английский писатель Брэм Стокер и ну это один из основных элементов вот этой всей культуры вампиризма интереса к вампирам вот эти фэнтези вампирские они возникли из этой книги показательно что ее автором был англичанин ну точнее англо-ирландец протестанты из Ирландии вот у них у всех такой значит у англичан есть безик связанный с человеческой кровью а почему можно строить по этому поводу разные гипотезы и интересно что именно продавец пиявок он стал прообразом такого профессора который изучает вампиризм в этом готическом романе надо сказать что вот этот конечно вамбири он был в значительной степени мистификатор и русские исследователи средней Азии середины 19 века 2-3 19 века они наглядно убедились что многие отчеты публикации в научной прессе вот этого вамбири они носят фантастический характер хотя может быть он просто специально путал следы по заданию там разведки естественно в какой-то степени он принимал участие в этих путешествиях но главное он был таким вот идеологом идеологом вот этого значит глобального течения что тюрки всего мира они руководятся евреями а евреи руководятся лондоном и вот в этом был пафос первой вот этой турецкой революции а потом в значительной степени это и дошло свой выход в революции 1905 1917 года которая шла по турецким калькам второй деятель марк аурель стейн подданный великобритании умер в кабуле в 1943 году это он получил титул сэра огромное количество британских наград он был путешественником в средней азии вот в индии в индии закончил видимо разведшколу тоже еврей венгерский никогда не порывал связи с автро-венгрией и с венгрией но работал на великобританию и вот он конечно много работал в поле в поле действительно путешествий его считают одним из вот таких фигурантов вот этот большой игры то есть с нашей стороны это вот проживальский там козлов и прочие а вот со стороны великобритании называют одной одной из основных фигур вот именно марка аурели ауреля стейна или штейна если так по немецки ну вот поэтому венгрия конечно не случайно не случайно у вот этого алиби у него было несколько жен я так понимаю он был там двоеженцем даже и троеженцем ну мусульманин по условиям того времени в советское время вот но первой женой его была которая ему поставила его на лыжи это такая Рахиль Вениаминовна Туршу вот ее фотография собственно вот после общения с ней вот он и значит это стал путешествовать она из влиятельного караимского рода караимский род что такое караимы это крымские татары иудаисты причем их иудаизм он такой ну немножко мусульманизированный ортодоксальные евреи не признают их так сказать евреями вот и в российской империи к ним относились как привилегированной части еврейского населения на них распространялись какие-то ограничения поэтому многие и не караимы они говорили что они караим ну это Рахиль Вениаминов Туршу она закончила бестужевские курсы в Петербурге как и несколько ее сестер но бестужевские курсы это развитие вот этой женской гимназии одно из них мы говорили с вами в лекции посвященной англо-русскому бюро предыдущей то есть вы наверное понимаете что эту Туршу она была теосовка она была знакома с религиозными деятельницами но в основном не социал-демократического а эсеровского толка ее брат был одним из видных деятелей краемской общины в Крыму и был в хороших отношениях с белой кун с белым кун и с землячкой как известно гражданская война закончилась следующим образом в Крыму скопилось очень много белогвардейцев белогвардейских офицеров значительная часть из них не смогла и просто русских беженцев значительная часть из них не смогла не успела эвакуироваться все захватили красные и сделали комиссию под руководством Белла Куна и землячки Розалии землячки лесбиянки садистки и дочки еврейского миллиардера которая входила в руководство стал демократической партией и была естественно в хороших личных отношениях интимных отношениях с женской фракцией большевиков то есть со Стасовой Крупской и так далее возникает вопрос и вот эта группа землячка и Белла Куна они физически уничтожили там всех это один из самых страшных эпизодов гражданской войны и красного террора просто по спискам уничтожили все почему с какого будуна именно Белла Кун революционер из Автровенгрии который некоторое время возглавлял Венгерскую Советскую Республику и с какой стати вот эта лесбиянка землячка а вот все очень хорошо складывается и очень логично понимаете то есть Крым это один из центров пантертистской агитации который как мы помним занимались кто Венгры под эгидой Великобритании и под эгидой Великобритании естественно женское движение где в том числе подбирались кадры для карательных органов по теме они смотрели на ненормальных женщин которые склонны к садизму и им окомплектовали карательные органы чтобы рука у них не дрожала а у них и не дрожала им было в удовольствие удовольствие ну и вот в некоторое время в Симферополе и в Патуре жил вот этот алиби потом его жена там умерла в период эпидемии брюшного тифа а он уехал в Казахстан и стал одним из потом Казахстан стал союзной республикой он стал одним из руководителей Казахстана и воспитывал детей в том числе детей первого брака и у него там большое потомство до сих пор люди занимают какие-то должности большие вот например его внук от последней жены тоже алиби алиби Чингизович Джингильдин историк магистр науки сейчас работает в Казахстан британском техническом университете и окончил он в том числе магистратуру Бирмингемского университета Великобритания то есть традиции продолжаются и когда в 1937 и 1938 году причесали все старые нацкадры в том числе в Казахстане там был страшный террор конечно как и в других республиках вот этого алиби его не тронули потому что у него алиби алиби вот так вот ребята за что не возьметесь везде вот оно вот такое вот вылазит вылазит существует знаменитая фраза Черчилля который сказал в самом начале Второй мировой войны после заключения пакта между Гитлером и Сталином он сказал что Россия это загадка завернутая в тайну и помещенные внутрь головоломки ну действительно вот за период пять лет с 1937 по 1941 год что произошло сначала в Советском Союзе уничтожили под корень всю коммунистическую партию просто вырезали коммунистическую партию и руководство и средний состав и рядовых членов оставили там 10% чтобы припудрить то что произошло на самом деле то есть это революция реально не просто государственный переворот это революция смена правящего слоя опа потом в 1939 году главный фигурант всей этой антинемецкой риторики и борьбы с фашизмом вдруг заключил пакт и сразу после этого началась Вторая мировая война а потом через небольшое время оказалось что Россия стала главной страной антигитлеровской коалиции вместе с англичанами потом американцами они воевали и успешно победили Гитлер вот за пять лет вот такая прыть понимаете действительно загадка завернутая в тайну помещенные внутри головоломки а давайте посмотрим на эту фразу и попытаемся понять что нам сказал Черчилль а сказал он реально следующее но объективно по факту Россия это загадка загадка то есть загадочная колония Великобритании криптоколонии о которой официально не говорится якобы это независимое государство вот в этом загадка Россия дальше эта загадка завернутая в тайну а что такое тайна завернут в легенду социал-демократия религиозного ордена управляемого европейскими аристократами и замаскированного подсветскую организацию демократическую чуть ли не профсоюз трудящихся понимаете вот это вот тайна в которую завернута загадочная Россия и наконец помещенные внутрь головоломки в машинерию внешней политики британской империи очень сложную коварную и не только внешнюю политику но и отчасти и внутреннюю потому что это же колония значит это уже не внешний объект а внутри он находится внутри британской империи и используется как элемент внутриполитической в том числе и борьбы между разными группировками все очень просто понимаете а теперь посмотрите ну какой фрагмент сегмент истории максимально сфальсифицированный конечно гражданская война понятно почему там борьба идет без правил нет какого-то правильного хода военных действий постоянного вероломства чудовищный террор и обмана обман обман ложь везде наглая неправдоподобная и если в обычной войне это еще корректируется то что есть несколько сторон у них есть какие-то разные версии то здесь гражданская война заканчивается путем физического уничтожения одной из сторон и ее отстранения от власти понимаете в лучшем случае они находятся на поверхности их принимают обратно как элемент эстаблишмента но с условием что они принимают полностью официальную версию событий победившей страны пример гражданская война в соединенных штатах которая по официальной версии якобы была связана с отменой рабства что является абсурдом на самом деле если посмотреть реальный ход события поэтому при всей мистифицированности советской истории еще история гражданского войны это просто такой пышный шизофренический бред и вот что нужно понять из лекции нашего любимого дядюшки джо мы ничего не знаем об эпохе гражданской войны и любой факт который нас там сообщается является только предлогом для какого-то научного реального анализа потому что конечно можно анализировать и сказки и мифы и религиозную историю древнюю и так далее конечно все это нужно подходить именно так к этому а не как к фактографии никаких фактов реально там нет точнее они есть но это факты не для исторического такого умозрения а для следствия то есть подследственный высказывает свою версию там событий ну замечательно хорошо зафиксировали зафиксировали а дальше надо разбираться и вот если принять такую точку зрения и расшифровать вот эту формулу Черчилля правильно то все будет складываться и не так уж там небогие горшки обжигают и ничего уж там такого особенно головоломного и нет все достаточно просто отчасти даже и примитивно примитивно и вот заключение я покажу это на одном конкретном примере еще но скажу еще одну вещь относительно восстания 16 года вот это восстание в Казахстане оно было первым шагом русской революции вот с этого оно началось точно так же как крах Советского Союза начался с национальных волнений в Алмате помните вот если история с этим вот Горбачевым который назначил туда некоего Колбина потом возник стихийные какие-то митинги которые почему-то не получили никакого отпора которые вообще очень любили давать советские власти допустим вспомните что они делали в Новочеркасске там и так далее а там был реально бунт то есть люди подымались громили все избивали бросались камнями там и так далее а кто был главной фигурой восстания 1916 года в киргизской степи или степи если не знаете никогда не догадаетесь Керенский Керенский стал популярной фигурой имеющей общенациональное значение в 16 году потому что он был главным адвокатом вот этого восстания он говорил что не нужно царское правительство мучает бедных казахов отстаньте от них он там выступал давал интервью колесом ходил бегал как ходуном там вообще понимаете не нужно было уследить Керенский 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 Везде в 16 году везде возник Керенский а кто был Керенский это время он был глава масонского верховного совета народов России понимаете и он не мог получить пиар уже перед началом деятельности как в этом качество вовсу скрыто тем более начале двадцатого века никакой гипер информации еще не было обратите внимание что во всех странах был верховный совет там франции италии германии а тут не верховность от россия народов россии а какие народы допустим какие народы живут во франции какие народы живут в германии и народу живут в италии очевидно это народы которые не являются французами немцами и итальянцами это меньшинство то есть это верховный совет национальных меньшинств россии который возглавлял керенский и который получил пиар на вот этого восстания которым руководил естественно с помощью западной агентуры агентура профессиональных шпионов разведчиков кинематографистов и так далее которые конечно там были представлены и восстание было серьезные потому что воинские части в условиях войны в течение целого года колупались с большим трудом удалось вроде бы почти подарить и тут грянула февральская революция ну ладно последнее иван осипович коломейцев вот есть такая тенденция да вы если знаете вот если вы видите допустим какую-то вывеску в современной москве и там присутствует слова русский славянский или какие-то русские фамилии каким-то там там караваев например то совершенно очевидно что это в лучшем случае евреи лучшем случае скорее всего это люди какие-то уже там найти с какие-то там то краем и из эфиопии там ну и так далее кеты итальмены вот и там такая гибридизация такая праздничная там есть якута албана бразильска вьетнамцы вот вот так вот тут поэтому иван осипович коломейцев вот нам говорят был политический деятель восемнадцатом году политический деятель большевик такой с такой фамилии и имени молчи что значит надо иван в кавычках осипович в кавычках коломейцев в кавычках как правило не ошибетесь не ошибетесь ну бывает как бывает там ну всегда бывают чудеса бывают но редко значит вот такой считается что это первый посол советского союза в персии 18 начале 19 года вот с такой миссии если вы посмотрите его статью о нем статью в википедии она начинается классически вот вы можете первую строчку прочитать и дальше можно уже ничего не делать вот клетчатый он я думаю когда-нибудь проведет все-таки он так клетчатый появится что-то он все я не знаю машину с этим банифациям смеху сообщат и узнают вот банифациям следить за ним надо такой человек с двойным дном может вообще внизу вид какой вот этот вот клетчатый его конечно хорошо бы так по уму провести небольшой ликбез а как пользоваться источниками в интернете но основа такие вот и сразу посмотреть материал малой морочит голову какой-то бред несут или ну можно посмотреть почитать да вот с чего начинается в интернете биография вот этого ивана осиповича коломейцева который является официальным таким лицом советского и постсоветского пантеона государственного родился 10 декабря 1896 года в селе ставропольской губернии в крестьянской семье еще будучи гимназистом включился в политическую деятельность участвовал в реверсовых кружках ну все все вот это и уже вот не нужно себе забивать голову ерундой говорится о человеке который является повторяю ну второстепенным таким членом истеблишмента ничего не сообщается о происхождении его родителях кто мать кто отец вот и сразу сообщается абсурд родился в крестьянской семье в селе и еще еще будучи гимназист в какой гимназии учился не сообщается как он попал в гимназию будучи крестьянином ну вот это надо пояснить возможно такие случаи конечно возможно почему нет возможно но это надо пояснять потому что гимназия это по современным таким представлением это не среднее учебное заведение а это среднее элитарное учебное заведение вроде университета и университет который дает среднее образование и потом без экзаменов люди поступают там большие экзамены хорошие экзамены в школе выпускные в гимназии а потом без экзаменов их принимают про практически без экзаменов принимают университет по итогам учеба в гимназии человек приходит в университет ему говорят отчет сап пришел это я кончил гимназию так все поэтому даже в губернском городе но там одна гимназия было две гимназии понимаете мы перед революцией может быть 34 там женские стали появляться гимназии но понимаете это целая история чтобы крестьянин попал в гимназию во первых дорого там до деньги платят во вторых там естественно селекция то что гимназии не резиновая но там могут в год принять там 50 детей реально меньше да в гимназию они смотрят кого принимать но это вот сын генерала это сын приват доцента там значит университета это вот богатая купец а югин крестьянин зачем ему дальше и вот этот человек призван время первой мировой войны в армию вот служит на кавказском фронте а потом в семнадцатом году якобы вступает большевистскую партию коммунистическую и через несколько месяцев назначается послом российской федерации россии советской в персии ключевая должность в возрасте 21 год аргументы почему он назначается на эту должность и чечерин один из руководителей иностранной политики советской он говорит молодой человека блестяще знает английский язык и фарси сын крестьянин ставропольской губернии и едет вот его внешность кстати якобы ну может быть это и он действительно молодой человек да не очень похожий на крестьянина ставропольской губернии скорее похож на такого человека выходцы из средних классов а может быть и верхних классов общества приезжает там возникают сложные ситуации интриги какие-то английские вот разгром посольства сотрудников по посольства советской миссии дипломатической арестовывает и вывозит в индию а вот ему удается бежать и значит как удается бежать а у него был там знакомый шейх он к шейху пришел шейх но там религиозный деятель это шиитский понимаете то есть это вот и он ему дал денег и вот этот насчет коломийцев он в рубище дервиша с четками читая коран там с утра и он пробрался на территорию российской федерации в москву потом вернулся и его там насчет отловили и расстреляли в девятнадцатом году затем уже там в двадцатых годах его торжественно за дошли труп захоронили на территории дип миссии советской а в семидесятых годах с почестями перевезли в российскую федерацию в ссср и похоронили он сделали памятник и так далее вот такой советский грибоедов и вот до сих пор считается что это замечательный нач был революционер первый советский дипломат там первая жертва террора вот такого белогвардейского и вот английского что-то англичане особенно зверствовали если помните и по поводу вот этих 26 бакинских комиссаров там всячески педалируется что-то нехорошее англичане убили их от прямо главные враги были главные враги россии советской россии были англичане но то чем берлина там и так далее так далее ну что же лекция закончилась пиво выпито итог собственно мы уже подвели итог понятный во всем можно разобраться разобраться можно достаточно просто если все факты которые нам сообщаются связанные с вот этим периодом российской истории рассматривать как информацию к размышлению и как воркование людей которые дают на себя информацию им даже нужно аплодировать понимаете нужно поощрять давайте проколомиться очень интересно очень еще чем-нибудь расскажите расскажите про алиби вот это вот прекрасно про абеля фишера очень интересно мы вас слушаем русские вас слушают и я призываю вот зрителей нашего канала слушать мотать на ус и постепенно начать разбираться в том что происходит вокруг у вас игра нечестная но если вы знаете что это несчастная игра вы из этой игры выйдете победителем надо просто в нее не играть до новых встреч